Всем привет! Мы находимся в Крокус-экспо. На самом деле здесь проходит множество выставок абсолютно разных направлений. Ну а сегодня в этом помещении свой видеоклип решил снять Эмин. Обычно, чтобы попасть в этот павильон, нужно быть аккредитованным или купить специальный билет. Но сегодня он закрыт специально для съемок видеоклипа, поэтому мы сюда попадем тоже по специальным условиям. Пошли! Сегодня в программе. Эмин Агаларов учится петь по-русски. Зачем Григорий Лепс отдал Эмину свою песню? Он говорит, у меня для тебя есть песня. Я тебе подарю на день рождения. И почему главной героиней видео стала актриса Паулина Андреева? Эмин или Эмин. Так называют герои нашей сегодняшней программы иностранцы. Даже не знаю теперь, как правильно. Изучив подробно творческий путь артиста, становится ясно, что крылатая «Быстрее, выше, сильнее» сказано точно про него. Я хорошо помню живые концерты Эмина на набережной парка Горького. Белый шатер, теплый ветер и, конечно, музыка. Преимущественно на чисто английском. Еще бы, ведь 7 лет своей жизни Эмин прожил в США. Получив диплом Нью-Йоркского Мэри Маунт Манхэттен Колледж, он стал специалистом бизнес-менеджмента в области финансов. Несмотря на хорошую поддержку со стороны родителей, Эмин полностью рушит ми по том, что дети, растущие в благополучии и достатке, не могут повторить успехов своих родителей. Блистательно построив карьеру вице-президента одной из крупнейших компаний России, он также с успехом возглавляет коммерческие проекты. Такие как торговый комплекс «Крокус-сити-молл» и концертный зал, полюбившийся звездам не только российской, но и мировой сцены «Крокус-сити-холл». Торгово-развлекательный центр «Вегас» и даже преуспел в ресторанном бизнесе, открыв несколько очень вкусных заведений в Москве. На сердце Эмина навсегда принадлежит музыке. И создается впечатление, что этот артист – перфекционист до кончиков волос. Но смотрите сами, далеко ведь не каждый уже заслуженный артист Российской Федерации может похвастаться блистательной игрой на рояле, например, ну или авторством слов и музыки. Обычно пою свои песни, а здесь я не автор, а исполнитель, но я сжился с этим образом и нашел, мне кажется, новое направление в своем творчестве. Песню, на которой Эмин сегодня снимает видео, подарил артисту Григорий Лепс. И она вошла в 12 треков первого русскоязычного альбома Эмина «На краю». Впрочем, он сейчас вам все сам расскажет. Расскажи, пожалуйста, о песне, на которой ты сегодня снимаешь видеоклип. У песни, во-первых, название «Я лучше всех живу», но это не имеет отношения к прямому тексту, потому что до этого есть фраза «Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу». Поэтому песня о любви, о жизненной позиции и о том, что когда ты любишь, ты действительно на крыльях и море тебе по колено. Есть интересная история об этой песне. Кто тебе ее подарил, мы знаем. А теперь расскажи нашим зрителям. Ну, история начинается с того, что Григорий Лепс пришел год назад на мой сольный концерт, отслушал его. После этого мы с ним встретились. Он говорит, слушай, у тебя клевые музыканты, хороший гитарист, барабанщик. Он отметил, кто ему особенно понравился. Говорит, живьем ты, здорово поешь. Я не понял, почему ты все это делаешь на английском языке. Вот он так возмутился. Я говорю, ну, Гриша, ты понимаешь, у меня мои песни, вот они как-то адаптации англоязычных моих треков, и я вот пишу русские тексты, не очень получается. Одна из песней удачная, сырый дубцовый «Ангел без». Он говорит, у меня для тебя есть песня. Я тебе подарю на день рождения. Я говорю, у меня день рождения через год, Гриш. Он говорит, ничего, я тебе заранее подарю. Работа, ничего не поделаешь. В чем идея сегодняшнего видеоролика? Клип достаточно бессюжетный у нас сегодня. Над клипом будет работать поистине звездный состав. Известный клипмейкер Александр Солоха и оператор Максим Асачий, который, кстати, снял легендарный «Сталинград». Главную героиню сыграла актриса Паулина Андреева. Взгляд. Ничего, ничего. Браслеты. Да, не очень. Известная всем, как исполнительница главной песни популярного сериала «Оттепель». Если б ты мог понять, что в душе моей... Видимо, она стала настолько популярна, что интервью актриса теперь дает только по контракту. Ну, вот такие вот актрисы. Говорит, нельзя мне давать интервью, и все. Ну, что тут поделаешь? Какой-то у нее контракт там. Вот мы, простые люди, поговорить, любим, расскажем все подряд, что надо и что не надо. Эх, простота. Хуже вороства. Съемки сегодняшнего видеоклипа проходят в огромном павильоне, целых 15 тысяч квадратных метров. На первый взгляд кажется, что он заканчивается, ну, приблизительно там, где начинаются световые приборы. Но на самом деле это только лишь меньшая часть этого огромного помещения. Вот так. У нас достаточно брутальный клип в бетонном металлическом пространстве. Струнный оркестр, спортивные машины, дрифтинг, машины разбивают инструменты. Артист стоит здесь, барабаны выбиваются. Достаточно. Вот так. Мне кажется, это будет очень необычный клип. И такого я ничего подобного не снимал. Я так живу, и что стану? Вся моя жизнь, но все боя и ноль. Чем крепче я, тем лучше пусть я лучше всех живу. Сегодня мы находились на съемках клипа у Эмина. Здесь собралось огромное количество пресса, невероятное количество красивых и дорогих автомобилей. Ну и, конечно же, самое обидное, что сегодня произошло, это то, что режиссер не дал нам интервью. Говорит, очень суеверно, и он боится, что съемка будет не очень красивой. Но мы уверены, что клип получится превосходным. И желаем вам насладиться его просмотром прямо сейчас. До новых встреч!